Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу 7 минут. Сегодня у нас в гостях известный в Рязани человек Евгений Рыбаков, руководитель экологического рязанского альянса, сокращенно ЭРА. Такое название с претензией. Но когда сначала я это название вашей организации увидел, думаю, ребята так широко хотят шагнуть. Потом оказалось, что да, действительно, реальные дела, хорошие мероприятия, масштабные. И как-то ЭРА, так сказать, прижилась у нас. Евгений, вот вопрос, давайте начнем основной, по Солочи. Я знаю, что у вас есть некоторые претензии к генеральному плану города, в частности, по Солочи. Но это камень преткновения уже давно. По пунктам, если можно. Как вы видите развитие территории вот этой? Генеральный план, он вот год назад был принят. Если помните, там были баталии. Сначала был вообще очень правильный генеральный план с включением Солочи в национальный парк, на мой взгляд. Но, к сожалению, там были политические такие влияния неправильные. И его не приняли тогда. И сейчас генеральный план, он уже... А за это время много чего там уже построили. А нет генерального плана, нет правил застройки, значит, можно делать в общем... Не запрещено, значит, разрешено. И туда вот внедряются мощные строительные корпорации запросто. Генеральный план принят. Есть старт по созданию национального парка Солочинский. И следующий шаг это вот подтверждение правил застройки. Каким правилам можно строить? Наша позиция и наше видение, что Солочи должно быть местом отдыха для всех рязанцев. Подписывающие. Да, подписывающие. Это не должны быть заборы, многоэтажки или там какой-то элитный поселок. Тем более, что мы видим, что рекреационная нагрузка на это чудесное место такая, что уже все, там погибают сосны, сохнут, там меняются грунтовые воды. Там уже проблемы просто с водой, там вообще там проблем-то много. И надо эту застройку как можно более бережно делать, чтобы сохранить природу. Поэтому там ряд позиций, по которым мы вместо семиэтажного предлагаем, там четырехэтажную застройку, мы предлагаем территорию Лысой горы вообще не застраивать капитальными... Ну да, это центр, так сказать, нашего отдыха рязанского. Спортивные временные сооружения, пожалуйста, чтобы там для активного отдыха. На территории туберкулезного диспансера, ну, как-то неправильно там спортивные сооружения делать. Ну, как-то даже звучит как-то и кощунственно, мне кажется. Потом, какой момент еще, мы предлагаем термин апартаменты вообще исключить из правил застройки, потому что мы его как-то понимаем извращенно и неправильно. В мировой практике апартаменты это гостиница, в которой номера выполнены как квартиры, ну, там с кухнями, да. А у нас апартаменты это квартиры, которые продаются, но которые временно нельзя перевезти в жилье. Люди покупают, посмотрите рекламу, там, квартиру с основом бару, имеется в виду салочи, то есть это сейчас активная такая. А на самом деле получается, что, в общем-то, это жилье, не надо себя обманывать. Там есть проблемы и с управлением, потому что тут куча собственников, непонятно, как их в ТСЖ там или управляющих компаний. Ну, и вообще это неправильно, не надо себя обманывать. Если гостиница, то это должна быть гостиница. Да, позиция понятна ваша. Вот основные, как бы, вопросы. Ну, там еще появилась зона, которых не было в генплане. Это уже такие технические моменты, которые сразу так не поймешь. Это надо изучать документы. Ну, да, то есть серьезный подход, чем, кстати, Эра вот тоже мне импонировала, серьезный подход к делу. Народ работает с документами, они просто выстраиваются и кричат, что так нельзя, а вот, как мы говорим, так надо. В принципе, самый главный, я так понимаю, вопрос здесь, в этажности застройки. Потому что, если нам сейчас 12-этажки туда воткнутся, а лочь, то она, в принципе, погибнет, как место отдыха. Ну, вот тут есть такое мнение, что лучше ввысь расти, чем там вырубать лес. Да, но тут есть, на мой взгляд, доля лукавства, потому что, да, лес-то не вырубится, но нагрузка-то на лес все равно взрастет. Если там 7 этажей у каждого там по машине, это все равно куда-то, но эта нагрузка на лес все равно взрастет. Инфраструктура та же потребуется, ну, 7 этажей, там 10 народов будет, правильно, ведь больше там инфраструктура, дороги, там люди будут, естественно, вокруг себя эту природу уничтожать. Так что это действительно... Наоборот, там нужно пешеходные зоны делать, куда запрещать вообще машинам въезд. Например, может быть, территорию Лысой горы. Согласен с вами. Хорошо, теперь, вы сейчас, насколько мне известно, ну, закончили, так сказать, активный сезон весенний, ну, это мое такое мнение, весенний-летний такой, когда у вас на пик активности экологического Рязанского альянса. И сейчас будут какие-то подводить итоги, ну, может быть, предварительные итоги года. Если возможно, вот вкратце о них расскажите, потому что не все попадут на вашу итоговую конференцию, понятно. А жаль, приходите, будет дружеское общение, чай, пирожки, мы там покажем, если есть возможность. Это будет в Коклином театре, там, в 6 часов 14-го. А итоги какие? Да, вот сейчас проведем короткую конференцию. Если так тезисно, да, мы провели две большие уборки, так называемые, в рамках международного проекта «Сделаем». Там по три с половиной тысячи участников каждый раз присоединялось к нам. Мы впервые провели, попробовали провести, в общем-то, достаточно успешно прошел международный волонтерский проект. К нам приезжали из шести стран волонтеры, которые помогали нам в наших экологических проектах и которые таким образом привлекали молодежь, потому что можно было пообщаться, расширить кругозор, подтянуть язык и еще там что-то полезное сделать. Но это не такие экстремальные волонтеры, как не штурмовали корабли, так они у вас? Нет, это нормальные ребята, хотя по «Гринпису» мы тоже слишком жесткие, на мой взгляд, меры. Что еще? «Чистая пра» продолжался проект, два этапа у него было – весенний и летний. Там тоже, в общем-то, неплохие результаты. Образовательные какие-то программы – это кормушки, скворечники. Они, кстати, вот сейчас уже опять будут начинаться, сейчас надо будет кормушки вешать. К зиме, да, к зиме. Весной там скворечники, экологическое образование, вот это отдельная тема. Мы круглый стол собирали в Министерстве образования. Потому что министерство считает, что у них хорошее на уровне образования экологическое. Ну, не министерство, а некоторые там чиновники, так скажем. На что, в общем-то, мы в качестве аргумента говорим, почему у нас в лесах тогда все не так. Вопрос, как говорится. Вопрос. Приглашайте нас, мы его покажем. И, может быть, другие ребята придут вешать кормушки для птиц. Да, скворечник тоже делал такое хорошее. И воспитывает человека. Душа раскрывается, да, сердце стучит. И человек чувство доброе, как говорится, испытывает. Большое вам спасибо, успехов, всего доброго. Я напомню нашим зрителям. У нас в гостях был Евгений Рыбаков, руководитель экологического Рязанского альянса. И, как говорится, мы вместе с вами, мы вместе всегда ждем и всегда будем вас информационно поддерживать. Спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok